Здравствуйте, дорогие друзья! Что ж, за окном четверг заканчивается очередная неделя, а это означает, что пришло время информационному блоку от Славянской Церкви адвентистов седьмого дня здесь в городе Сакраменто. Нас ждет очень интересный уикенд, и не только уикенд, но и целая неделя впереди нас, так как у нас ряд особенных мероприятий. Но обо всем по порядку. Уже в эту пятницу в 7 часов вечера начинается программа под названием «Загадочное пророчество книги Даниила», которая исполнилась в 1844 году вместе с Александром Болотниковым. Мы искренне всех вас приглашаем. Это будут интересные темы, которые откроют нам завесу Божьих пророчеств. Поэтому не пропустите ни одну из наших встреч. Они будут проходить суббота, воскресенье в 6 часов вечера, пятница и среди недели в 7 часов вечера. Не пропустите еще раз ни одной из встреч. Также хочу сказать несколько слов о самой программе. Первое. В каждой программе у нас будет рубрика «Вопросы и ответы». Поэтому, если вы хотели бы услышать ответ на ваш вопрос, присылайте его СМС-сообщением на номер 916-254-8182. Второе, что хочу сказать. Программа с Александром совпадает с молитвенной неделей в нашей церкви. Поэтому мы хотели бы иметь и молитвенную рубрику или молитвенный блок в этой программе. Поэтому, если вы хотели бы, чтобы мы молились за те нужды, которые сейчас есть в вашей жизни, присылайте ваши молитвенные просьбы на тот же номер 916-254-8182. Или же у вас будет возможность написать вашу молитвенную просьбу на листочке. Опустите его в специальный ящик до начала каждой встречи. Все эти молитвенные просьбы мы будем зачитывать вслух. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нам в этом молитвенном блоке. Хочу также напомнить, что, начиная с воскресенья, у нас будет параллельно с программой Александра Болотникова проходить и детская и библейская программа. Она будет начинаться в то же время. Так что приглашайте ваших детей, приводите их с собой. Это будет очень интересно, увлекательно и познавательно. Ну и, конечно же, хочу напомнить, что 23 декабря утром у нас будет служение вечерей Господней, а вечером в 6 часов у нас будет концертная программа «Эммануил». Фото зоны. Интересная тема. Много просто замечательных песен, которые вы сможете петь вместе с нашими певцами и музыкантами. Этот вечер, я думаю, принесет массу удовольствия и духовного такого просвещения или вдохновения для всех, кто придет на эту встречу. Так что ждем всех вас с нетерпением. Вышла новая книга Юрия Друбня. Опять-таки я напоминаю об этой информации. Она называется «Тверь духа». Я уже показывал его презентацию этой книги в прошлом видеообращении. Если вы хотите, вы можете его пересмотреть. Хочу только напомнить, что если вы хотели бы заказать такую книгу лично для себя, то обращайтесь к Оксане Дымчук по номеру 916-521-6231. И вы сможете заказать у нее эту книгу. Вчера у нас была встреча церковного совета. И кроме других вопросов, мы касались и вопроса частных благотворительных фондов. Мы очень рады, что в нашей церкви есть братья, которые занимаются такого вида деятельностью и посвящают свое время для служения. Мы молимся о том, чтобы Бог их благословлял. Это у нас Остап Дзиндра, у которого есть такой фонд, и Кацел Андрей. Но все же мы посчитали, что мы должны сказать, что эти проекты, они не являются церковными проектами. Поэтому мы как церковь не несем никакой ответственности за использование средств, которые они собирают. Мы не контролируем распределение этих средств. То есть, если вас интересует вопрос о правдивости тех проектов, которые они открывают, о том, как используются эти средства, если вы хотели бы получать какой-то отчет по этому поводу, то со всеми этими вопросами вам нужно обращаться напрямую к тем людям, которые занимаются вот этого вида деятельностью. Поэтому, пожалуйста, будьте мудры. И пускай Бог благословляет каждого из нас в распределении тех средств, которые Бог нам дарует. Мы еще раз благодарны вам за вашу поддержку во всех наших служениях. Есть еще одна полезная информация. Начиная с февраля месяца, вновь открывается программа по беженству в Соединенных Штатах Америки. Если вы имеете официальный статус, то есть у вас есть грин-карта или вы являетесь гражданином, вы можете заполнить документы и подать заявку на ваших прямых родственников, которые находятся в Украине, в России или в любой другой стране. Для этого они должны быть членами церкви. И этот вопрос очень важен для того, чтобы этот кейс прошел. Если у вас есть такие родственники, на которых вы хотели бы заполнить эти заявки, то обращайтесь по телефону 929-637-6405. Эту женщину зовут Елена. Она поможет вам заполнить эти документы. То есть их организация занимается именно этим вопросом. Сейчас я хочу перейти к молитвенному блоку. Мы продолжаем молиться за здоровье Ларисы Подоляка и за лечение Сони. Мы получили новое видео, которое рассказывает о результатах операции, первой операции, которую они уже сделали, и о тех новых вызовах, с которыми они сталкиваются и которые им дальше нужно решать. После этого видеообращения вы сможете увидеть это видео. Также с советом мы приняли решение, что в январе месяце мы вновь откроем фонд для того, чтобы помочь этой семье, чтобы можно было сделать Сони и последующую операцию. Молитесь, чтобы Бог благословлял и поддерживал их своей рукой. Также хочу сказать, что мы продолжаем молиться за ситуацию на Ближнем Востоке и, конечно же, за окончание войны в Украине. Пускай Бог утешит и поддержит каждого человека, кто столкнулся непосредственно с этой бедой. Ну, а в заключение хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 16, 6 и 8 стихи. И тут написано, я взываю к тебе, Боже, ведь ты мне ответишь. Чудесная молитва, с которой обращается Давид к Богу. Пускай это будет молитва и наша с вами. Пускай Бог услышит ее и исполнит в нашей с вами жизни. Я желаю вам всего самого наилучшего. Ждем вас на первой встрече с Александром Болотниковым уже в эту пятницу в 7 часов вечера, ну и на наших субботних служениях, а также на всей программе, которая будет на протяжении последующей недели. Всего вам наилучшего, Боже, до Славянина, до встречи. Если посмотреть, то здесь кажется, как будто что-то есть лоховой проход. На самом деле, у Сонечки здесь просто ямочка. Верим, что с Божьей помощью мы пройдем этот путь. Верим, что с Божьей помощью мы пройдем этот путь. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу, что мне после операции нельзя делать. Мне нельзя прыгать. Послушаю, что она делает. Давай еще раз. А так? Послушай. Сейчас он почистит немножко, ладно? Чтоб красивее выглядело. Молодец. У-у-у! Ты первый чайлок-шеллок, ты, да! А обычно дети говорят, ты слышишь? Да. А она даже повторила, что она слышит. Молодец! Да? Ты теперь сможешь даже комара слышать. Да. Я когда... Я слышу через стену вот эту тетю. Да? Правда? Мама, папа, вы тоже так слышите, как я? Да, и мы так слышим. А теперь и ты так слышишь, как мы. А вот это еще не вылечено. Это еще пока не вылечено. Но мы тоже постараемся, да, вылечить? Да. Сонечка. Хорошо. Хорошо. Мама. Мама. Дочка. Сегодня, 7 декабря, в нашей жизни произошло большое чудо. Благодаря многим неравнодушным людям произошло чудо, которому Бог нас ввел на протяжении всего года. 22 ноября у Сонечки состоялась операция по восстановлению слухового прохода. Первая операция. И сегодня, когда ей вынули послеоперационную губку, я смогла увидеть, как жизнь моего ребенка меняется в лучшую сторону. Она смогла услышать те звуки, которых никогда не слышала. Но теперь очень важно не упустить время. По рекомендации доктора, очень важно провести вторую операцию через 6 месяцев. Я благодарю каждого, кто помог нам восстановить слух ребенку на правое ушко и вновь обращаюсь к помощи неравнодушных людей. Верю, что Господь благословит каждое неравнодушное сердце. И Сонечка сможет услышать этот мир полноценно. Спасибо каждому, кто протянул ногу помощи ребенку. Я тебя люблю. Ой, я слышу, как я стукнула. Я хорошо стукнула. Ты все слышишь теперь? Да. Даже тихие звуки, да, Соня? Да. Ты все слышишь, как я стукнула.